привет привет друзья спасибо вам за то что получила я кучу сообщений о том как вы рады что я вернулась на youtube вот даже вдохновение пришло сегодня поснимать еще сейчас мы ходили гулять с моей подружкой у нее дочь коровесница моего сына мы сначала вместе на курсах детских были потом гулять ходили дети уснули вот до сих пор мы уже разошлись я домой проводила и иду сейчас опять по виноградам гулять и опять где-то здесь где-то здесь недалеко мой муж и я скоро должна с ним тоже встретиться вот малыш пока спит так первое для информации которые я хочу сказать я начала вести англоязычный канал пробный начала я это делать наверно два месяца назад но я загрузила до 4 видео которые у меня были отсняты наверное за зиму и после этого я забросил его я рассказывала что я себе отпуск сделала короче от социальных сетей от всего вот и сейчас я туда загрузила еще одно видео это чисто проба пера я его абсолютно никак не раскручиваю пока никому никому про него не сказала поэтому просто канал висел больном доступе там буквально по пару десятков просмотров набежала вот так так что я оставлю ссылочку вам кто знает английский хоть на каком-то уровне у меня никакой не не офигенный уровень поэтому очень я думаю что простая речь поэтому можете продолжать смотреть там просто блоги повседневные просто повседневная жизнь какие-то краткие нарезки вот так снимать болталки у меня нет времени да и чтобы на английском снять такую болталку нужно первое понимать что англоязычному зрителю будет интересно естественно им будет интересно даже близко не то о чем мы с вами разговариваем и второе это еще надо с языковой точки зрения мне подготовиться конкретно чтобы смочь снять такое видео поэтому там просто какие-то повседневные такие нарезки вот и второе я уже больше года наверно полтора года я веду патреон приходите на мой патреон потому что я его хочу вести хочу продолжать и у меня есть два тарифа один за 1 евро и 2 за 3 евро где вам открывается определенное количество видео за 1 евро поменьше за 3 евро побольше вот это возможность глобально вообще поддержать продолжение моей деятельности потому что мне бы очень сильно хотелось чтобы я все-таки на своей деятельности получала деньги очень нужны они в декрете и поскольку я трачу на это время и силы мне бы очень хотелось чтобы этот труд хоть в какой-то степени был оплачиваем на ютубе он абсолютно не оплачиваемый кто-то мне говорил в ответ на это включите монетизацию ребята на у меня включена просто из-за маленького количества глобально подписчиков просмотров и того что я абсолютно не занимаюсь продвижением канала и того что канал на русском языке русский язык один из самых плохо оплачиваемых языков на ютубе там на набегает просто от 10 до 20 евро в месяц это абсолютно несерьезные деньги и я на электричество на сведение этих видео и на зарядку телефона чтобы снимать их трачу просто больше поэтому мне бы очень сильно хотелось чтобы это моя деятельность на которую я трачу уже 8 лет моей жизни наконец-таки начала приносить какие-то деньги поэтому если вы меня в состоянии поддержать и помочь как-то развиваться этому направлению то я буду рада и возможно вы получите удовольствие потому что на патреоне видео совсем другого характера они куда более откровенные они куда более детальные все то что я не могу сказать в открытом доступе я говорю там вот так так что вот такие у меня новости а так сегодня плюс 26 у нас и мы гуляем закрыла малыша пеленкой вот такой чтобы ему там солнышко не светило хотя у меня такой глубокий козырек но я его очень глубокий в этой модели коляса невероятно глубокий козырек но чтобы ему там совсем было хорошо и прохладненько его закрыла когда солнышко исчезает вроде как и приятненько когда она появляется то я бы сказала что становится становится жарковато вот что еще могу сказать эта тема много раз поднималась на канале вот и хочу поделиться потому что все эти годы мое окружение было очень смешанным я коммуникабельный человек у меня много знакомств и я на протяжении всех лет общалась с кучей русскоязычных с кучей экспатов итальянцев мексиканцев кто приезжал бразильцев кто в чехию приезжал жить я ознакомилась и с иностранцами с американцами всегда и со всеми естественно учитывая что я живу в чехии чехами то сейчас с ребенком мое общение практически на 95 процентов свелось полностью к чехам и по тем или иным причинам из него из моего окружения ушли очень многие русскоязычные люди очень очень многие которые годами составляли мое основное окружение так или иначе это связано с ребенком или по причине того что у нас жизнь просто стала разная да у них нет детей мы по-разному проводим время например например такие причины или очень многие люди в моей жизни были через мою работу поскольку я сейчас не работаю эти люди ушли вот и глобально по истечению года я могу сказать что в моей жизни стало намного меньше токсичность это очень грустное наблюдение я понимала это много лет естественно мы с вами очень много лет разговаривали то что наши нации по-своему эмоционально глобально больны на национальном уровне из-за того что очень большое чересчур большое количество людей живет очень несчастливой жизнью в больших лишениях и с невыполненными самыми базовыми потребностями определенной озлобленности и все я даже текущей ситуации войны не хочу касаться но война это такая же вот эта озлобленность которая сидит в наших нациях годами вот и сейчас когда мое окружение просто естественным образом почистилась я заметила насколько вокруг меня стала гораздо более эмоционально здоровая атмосфера вам даже не могу передать когда вот просто жене где каждый со своим менталитетом со своим бэкграундом со своей культурой 7 у меня вдруг стало мононациональное чешское общение полностью и насколько же чехи эмоционально здоровые счастливые люди я это говорила много раз вам когда я начала вести канал то было всего лишь пару лет наверно как я отучилась в институте и я на том периоде тоже очень много рассказывала вам о моем опыте общения чехов что в тот период тоже в основном с одними чехами общалась вот потом за эти годы окружение разбавилось и я уже знаете как так сказать к определенной токсичности я привыкла за эти годы то вот сейчас я за год выпала и я вдруг поняла до какой степени я оздоровилась до какой степени я отвлеклась от этой вот постоянной какой-то зависти постоянные меренье просто гениталиями у кого длиннее и все вот в этом духе вот это очень присущен присущи нашим людям они наслаждение жизнью от встречи ради того чтобы обменяться какой-то токсичностью совместной рассказать какие все либо несчастные либо пускать до бесконечности пыль друг другу глаза вот и я за этот год настолько оздоровилась настолько по-другому моя жизнь сейчас развивается что когда сталкиваюсь с нашими людьми я пребываю шоке я на них смотрю реально практически так как наверное смотрит на них полный тотальный иностранец я бы сказал вот и мне это очень грустно потому что это говорит о том что потенциально у наших людей нет будущего на мой взгляд вот но я надеюсь что через то что в современном мире существует интернет и культурные обмены и люди ездят и что будет прогрессировать это и будут все все нации брать друг от друга лучшие лучшие примеры и она это очень сильно надеюсь но вот личное мое наблюдение уже далеко не в первый этап моей жизни таковы просто таковы что очень часто даже если говорить конкретно конкретно ситуацию в которой я прибываю декретный отпуск то на протяжении лет естественно поскольку там в беларуси принято рожать детей намного раньше у всех моих подруг из беларуси были дети кроме меня у всех на протяжении лет и как только у них появлялись дети это был просто какой-то трэш для меня всегда потому что это становились в одну секунду еще более черные постоянно погрязшие в проблемах люди которых не хватает никогда денег которые едва выживают которые погружены в одни проблемы у которых постоянно агрессия это было на протяжении лет и самое главное я видела что они не понимают этого они не понимают что они со стороны выглядят так для них они ну справляюсь у меня же проблемы у меня тяжелая ситуация у меня маленький ребенок вот справляюсь как умею для них это так было и я всегда смотрела и думала нафига они вообще заводят детей если они то так в такую чернух просто проваливаются и так с тем что они там и так не мега бомба наслаждаются жизни они проваливаются просто в чернуху тотальную и вот сейчас я увидела как чешские мамы справляются с этим, чего раньше в моей жизни, за 15 лет жизни в Чехии у меня так сильно не было. У меня были друзья чехии с детьми, но поскольку меня эта тема не волновала, я как бы не вникала, какие они там родители, как они проводят. Ребята, они живут в тех же самых, естественно, проблемах. Тоже у многих и денег не ломится. Тоже бессонные ночи, сложности, болезни, зубы первые и все дела. Все те же самые вопросы, которые у нас. Но они абсолютно по-другому к этому относятся. Они абсолютно по-другому это воспринимают и совершенно нормально на все реагируют и всегда жизнерадостные, всегда полные просто планов и будущего. На себя никогда никто ни один чех не забивает. Дети это все, это начало новой жизни. Ни в коем случае не конец, как взяться все. Чего я за эти годы только не переслушалась от белорусских приятельниц, у которых появлялись дети просто все, я никуда не еду, я никуда не хожу, у меня маленький ребенок, все. Вообще такого нету. Маленький ребенок я езжу, хожу еще больше, чтобы ребенку показать. Ну, то есть подход во всем совершенно разный, другой стиль жизни. От этого другое мышление, другой менталитет. И это грустно, что эта связь у меня совсем обрывается. Уже просто вообще, просто интереса нету натурально навращаться в рамках моей культуры, скажем так. Просто нету этого интереса. И уплывает это все от меня, знаете, все за 15 лет уплывает, уплывает. Все дальше и дальше, даже даже не то, чтобы это там выбор. В какой-то степени на каких-то этапах моей жизни, в каких-то конкретных сегментах моей жизни я принимала решение ограничить то или иное русскоязычное в моей жизни. Но так, чтобы отрезать себя от культуры, никогда не было. Это моим решением. И наоборот, у меня и видео были на эту тему. Мне было приятно, что я была иностранкой все эти годы, что я могла видеть мир с разных сторон и проживать это мультикультуре и все. То сейчас что-то как-то я на той волне, когда я рада, и меня все устраивает. что этой высокой токсичности просто в моей реальной жизни, вне интернета нет. То, как в интернете между собой общаются русскоязычные люди, ребята, это просто фактически нереально. Это какие-то помойные алкашня. Только чешская будет общаться в таких форматах. И это просто аут. Культура общения в интернете это вообще показатель полностью того, что в нашем обществе царит. Я уже в русскоязычные сети не захожу. Если вы мне, кстати, пишите в контакт, я им больше не пользуюсь. Со времен начала войны мне там абсолютно не интересно больше. Я неделю одну почитала, что там пишут россияне. И меня просто чуть не вырвало. Я вообще не хочу быть частью этого, поэтому меня в контакте больше нету. И ничем мне туда не пишите. Вот в инстаграм можете мне писать. Вот такие дела. Так что вот это вот основные новости. Не хочется быть негативной, но я не могу не поделиться этим, потому что это искренне то, что происходит за последнее время. И над чем я нет-нет и задумываюсь. Нет-нет и задумываюсь. Особенно, когда я думаю, вот надо снять видео для русскоязычного канала. И я думаю, ну, о чем оно может быть? Ну, оно может быть только об этом. Потому что это то, что я сейчас переживаю. Вот так. Хочется мороженого. Кушать не хочется. Я сегодня очень хорошо позавтракала. Мы сегодня рано вышли с малышом. Вот. Обычно мне к этому времени хочется кушать, но реально уже не хочется. Сейчас может быть от жены, может от того, что реально хорошо позавтракала. Очень хочется мороженого. Но фишка в том, что у него вот такой сон специфический в коляске, что если я зайду сейчас куда-нибудь купить мороженого, он с очень большой вероятностью проснется. Он любит спать, когда вот он едет, вот этот шум города и все. Он привык так с самого первого дня там в своей жизни и все. Он в этой системе просто едет. Либо постель, либо вот так. Как только я захожу в магазин, он сразу просыпается. Поэтому я хожу в магазины и вообще на шопинг только когда он просыпается. Вот так. Ладненько. Спасибо вам за внимание и хвост пистолетом. Всем пока.